МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне надо уехать. Срочно. А надолго? Дня два. Это целых две тысячи восемьсот восемьдесят минут. Ну вот и все. Неужели я это сделал? Хм. Светка дура. Я ведь тебя предупреждал. Она конкретно запала на Ковалевцеву. А я тебя предупреждал, не лезь ни в свое дело. Да. Привет, братишка. А-а-а. Отчего ж? Можно и повидаться. Угу. Хорошо. Разворачивайся. Ты представляешь, что происходит, Аля? Час ночи. А тут один явился, потом второй. Света этой вообще нет. Нужно определенно что-то делать. Сдают квартиры, невесть кому. Ты будешь смотреть, мечтатель? Я иду спать. Я пошла. Я иду спать. Салют. Ну, здравствуй, здравствуй. Обниматься, как я понимаю, не станем. Неужели ты? Я? Собственная персона, я. А ты не веришь своим глазом? Я ничему и никому уже давно не верю. Лет пятнадцать уже, как, Серёжа? У-у-у, какой ты злопамятный. Может, выпьем водочки? Давай. Что привело в Москву? Приехал повидать семью. Повидался, вот теперь домой. Делам у нами, делам. Все воруешь? Фи, Андре, Фи. Хотя честного человека может оклеветать каждый. Ты знаешь, ну это же моветон. Четырёх Малевича у меня увёл. И оклеветать, да. А сам-то ты их откуда взял? Я-то их купил. Купил. Продал комнату в коммуналке и купил. После того, как они честно сгорели в музее. Они могли сгореть. А я их спас. А ты меня обнёс и свалил. Оставил меня на улице с семьёй. По уши в долгах. Не помнишь? Зато, как красиво я тебя сделал. Вот это всегда было твоим принципом, да? Нагадить мне, нагадить всем. По мелочи так нагадить, но лучше по-крупному, конечно. Ты мать в могилу свёл. Ничего страшного? Да. Раскаяния от меня ждёшь. Не дождёшься. А ты сволочь. Я сволочь. А ты святой? Андрюша выиграл турнир по теннису. Андрюша получил золотую медальку. Андрюшенька, Андрюшенька женится. Ему нужно, видите ли, комнату освободить. Всё, Андрюша! А, Серёжа, пускай ютится на кухне. На раскладушке. Кроссовочки донашивает за Андрюшенькой. Стоптаные. Подожди-ка, так вот в этом всё дело? Да? Я не думал. Надо думать. Надо иногда думать. А ты, типа, меня пожалел, что ли? Не надо меня жалеть. У меня всё хорошо. Даже всё замечательно. Я в Париже живу. Как Дэнди. У меня есть жена — Света. А дочка — Галя. Света. Светка ради меня готова на всё. Ну, да. Ладно, я не для этого тебе звонил. Есть разговор. Изюня, пора, 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 пора. Ну, послушай, разговор серьёзный. Просто на этот раз всё может оказаться не так просто, как тогда. Ты даже не представляешь, насколько всё просто. Может, и свидимся когда-нибудь, брат? Адьё... Серёжа? Серёжа? Халло. Миша. Он самый. У вас всё в порядке? Да нормально. Приехали уже. А ты где-то едешь? Да, я скоро буду. Ну, ладно. Так. А? Ты будешь суперским папой. Я думаю, тебе пора жениться. Я, Галя, буду проблемным мужем. А почему так? Сначала любовь, всякое такое, а потом раз, и всё кончается. Опа. Ну, понимаешь, Галь, это очень философский вопрос. На него люди до сих пор не могут дать внятного ответа. Один мудрец как-то сказал, когда в дверь стучится быт, любовь выпрыгивает в окно. Поняла? Поняла. Ничего ты не поняла. А как же быть ребёнком? Детям. Ну, да. А детям нужно учиться быть самостоятельными. И самим принимать решение, как им жить дальше. Да? Да. Я должна подумать. Ты должна поесть и поспать. Ночь с окном. Деньги твои на этой карточке. Пин ты получишь после того, как я передам картину заказчику. Извини. Это не лично, это мои правила. И что у нас дальше? Дальше у нас жизнь. Яркая, красивая. Ух! Ну, как вы? Мы хорошо. Галка спит. Ты-то как? Нормально. Нормально. Спасибо. Свет. Может быть, я лезу на свое дело, но… Ты попросила меня забрать твою дочь. Увести ее черти куда. Это, по-твоему, нормально? Молчишь? Ну, молчи. Да я всю жизнь так живу. Все бегу-бегу. Куда? Зачем? Да. Кажется, еще рывок, и вот она, финишная ленточка. А? Нет. Обман зрения. И ведь даже жалости к себе нет. Правда? Вот не на грамм. Ведь сама виновата. Ну, понятно же было, что использует меня. Для своих афер. Но при этом говорил, что любит. Понимаешь? Мне ехать надо. К утру вернусь. Миша. Миша. Господин капитан, действуем согласно плану. Оформляем временное изятие полотна с целью пройдения экспертизы. Да. Вот мои документы на копии Малевича. Все оформлено по правилам. Когда я сюда въезжал, у меня не возникло никаких проблем. Господа, в чем дело? Да вы не волнуйтесь, господин Феррон. Обычная формальность. Мы обязаны провести экспертизу. Такие у нас правила. Вот, пожалуйста, ваша подпись. Вы вообще понимаете, что это международный скандал? Вы снимаете с рейса гражданина другого государства. Я немедленно звоню в посольство. Господин Феррон, я не думаю, что стоит беспокоить уважаемых французских дипломатов в столь ранний час. Тем более, экспертизу мы все равно проведем. И она, я уверен, подтвердит заключение наших иностранных коллег. Тогда вы совершенно спокойно летите в Париж. Спокойно уже не получится. Интересно, когда? Ну, здесь вы правы, на экспертизу действительно понадобится определенное количество времени, двадцать четыре часа. Которое, уж не обессудьте, вы проведете у нас. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Аппарат заболеет не включен или находит… Шея! Хорошо. Финиш. Хорошо. Спасибо. Арсюш, ты просто молодец. Пойдём, не устал? Мам, она пропала. Кто пропал? Галочка пропала. Ещё вчера была в гостинице, приехать обещала. А сегодня её нигде нет. Арсюша, ну я же запретила тебе. Пойдём завтракать. Мама, ты меня просто не слышишь! Она пропала, я чувствую! Арсений! Аппарат абонента включен и... Аппарат абонента включен и... Субтитры создавал DimaTorzok Да. Ира, я на работе сейчас очень занят. Что значит пропала? Что? Я тебя уверяю, что и с Галей, и с ее мамой все в порядке. Пожалуйста, успокой Арсения, скажи, что я ему позвоню позже. Пропала. Ира, подожди. Ира, ну чего ты всего пугаешься? Ну, влюбился парень. Переживает. Влюбился. А вдруг она его просто игнорирует? А вдруг он ей просто надоел? Понимаешь? Ну, а можно предположить, что у нее разрядился телефон? Не знаю. Слушай, Борь, поговори с ним сам, а? Успокой. Я боюсь, у него приступ может начаться. Ну, хорошо. Я поговорю с ним по-мужески. А если наша красавица сегодня не объявится, завтра поедем в город и все узнаем. Воды? Воды. Мисс, ты будешь отличным мужем. А что это такое? Вот это? Это приемник. Ну, вроде как телевизор, только картинку не показывает. Кстати, я думаю, вам сгодится. Хоть какая-то информация. Спасибо. А это? Это сачок. Ну, там, знаешь, букашек всяких ловить. Стрекоз, бабочек. А зачем же их ловить? С ними же можно летать. Не поспоришь. Спасибо тебе огромное, Миш. Ты отличный друг. Да не за что. Так, ну я вот думаю, вроде все. Ага. Слушай, ты извини, мне лететь нужно. Да, конечно. Миша. Миш. Что? А может быть, у каких-то твоих знакомых есть какой-нибудь домик подальше отсюда? Домик в деревне? Ну, есть один. Километров двести от Москвы, но там глухомань страшная. Да чем дальше, тем лучше. Связи там нет. Вернее, то есть, то нет. Да ты знаешь, лучше бы ее совсем не было. Все так прошиво. Дальше некуда. Понял, принял, осознал. Значит, завтра я за вами заеду, часов в двенадцать. Спасибо, Миш. Все. Галка, пока! Пока, Миш! Вы что-то хотели? Мне нужен Соколов, Дмитрий Дмитриевич. Я, к сожалению, постояльцев по фамилиям не знаю. Ну, с такой короткой стрижкой, среднего роста. Человек из этого номера. А он уже выехал? Как? Когда? Сегодня, где-то под утро. Спасибо. Пожалуйста. Здорово. Надо же. Руки помнят. Мы с девчонками такие, в детдоме плели. Ты мне никогда не рассказывала о детдоме. И вообще, о своем детстве. А нечего рассказывать. Я постаралась об этом забыть. Тебе было так плохо? Сейчас иногда вспоминаю. Вроде бы и ничего. А тогда оказалось прямо ужас. Поэтому папа показался тебе сказочным принцем? Я его очень любила. А теперь? А теперь все изменилось. Я не понимаю, что изменилось? Все. Мир стал другим. Солнце, небо, речка. Ты влюбилась. И поэтому папа тебя побил. Побил. Да? Нет. Мила, это… Это все не просто объяснить. Но я все равно не смогу раслюбить папу. Солнышко мое. Ну, ты что? Это же твой папа. Дмитрий Дмитриевич Соколов. Ни в одном из отделений службы безопасности такой сотрудник не числится. Андрей, почему ты мне сразу не позвонил? Витя, в голову не могло прийти, что это развод. Понимаешь, тем более, что за этим совсем стоит Сережа. Ладно. Теперь по существу. С передачи бизнеса Жорику Мурину ты явно погорячился. Но это дело мы можем переиграть. Нет, Витя. Нет, ничего мы переигрывать не будем. И журика я кидать не стану. Что будет, то будет. Да. О семье своей ты подумал? У Иры отдельный счет. Я туда деньги переводил. Густав Фридрихович, Андрей Алексеевич, добрый вечер. А где Светлана? Салон был закрыт. Светлана, думаю, здесь больше не работает. Жаль. Очень. Вы не пропустите ли нам с вами, Густав Фридрихович, по рюмашке? Я же, я же никогда себе ничего такого не позволял. Никогда. Ни с кем. Я теперь совсем один остался. Ну, да. Чтобы дома было все хорошо. Правильно. Семья Арсюша, чтобы был здоров. Чтоб не волновался. Честра моложе меня на пять лет. Была. А тут. Появляется она и все. И все. И я пропал. Ну, всю душу. Всю душу из мею вывернула. И что мне теперь делать? Как жить? И что мне теперь делать? Как жить? Домой. Пора. Не стоит. Я доеду. Я доеду. Я доеду. Я доеду. Я доеду. Господин Ферран. Федеральная таможенная служба России приносит свои извинения за причиненные неудобства. Экспертиза показала, что данное полотно является копией произведения Казимира Малевича и не представляет какой-либо художественной ценности. Можете лететь в Париж. Место на борту зарезервировано. Счастливого пути. Большое спасибо. Каналия. Как я не надел этого Мазевича нагло этому таможеннику удивляюсь. И что теперь? А теперь я найду своего братца. Эту стерву. И отберу у них картину. А потом ноги повыдергиваю. Каналия. ВЕСЁЛЕЙСКИ БОРТИВАНИКО КАРУТ Галочка! Галоченок, ты где? Где тут, мамочка? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты уже глупой проснулся? Мам, позвони еще, ну пожалуйста. Ну, пойдем у Миши спросим. Не спросите. Здравствуйте, Ирочка. Здравствуйте, Вера Григорьевна. Этот Миша еще вчера днем куда-то выкатил. Со Светочкиными вещами, между прочим. Все-то вы, Вера Григорьевна, обо всех знаете. Зачем вам столько лишней информации? Чтоб порядок был. Между прочим, и ваш Андрей Алексеевич дома не ночевал. Сейчас с машины его на месте не было ни вчера вечером, ни сегодня утро. Извините, Вера Григорьевна, а вы Галю не видели? Галю? Аля, я здесь! Ой, я вся. Наелась? Да, спасибо. Тебе еще будешь? Конечно. Хорошо. Сейчас водички принесу. Не ешь сухомятку. Вера Григорьевна. Иди сюда. Вера Григорьевна. Вера Григорьевна. Вера Григорьевна нашлась. Они с Чучей Светой опять в нашем домике в Рождественном. Ага. Да, интересно, и с кем же они там, а? Всего хорошего, Вера Григорьевна. До свидания, Ирочка. Вера Григорьевна. Да, дела. Вера Григорьевна. Вера Григорьевна. Вера Григорьевна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И он с вами поедет? А, понятно. Пока. Мам, мне нужно в Рождественное. Нет. Галочка оттуда уезжает, а куда – неизвестно. Ну, ты прекрасная, пусть катится, чтобы вообще больше никогда не видеть здесь. Ир, ну зачем ты так? Ты что, так до сих пор ничего и не понял? Мам, ну пожалуйста, я прошу, поехали в Рождественное. Едем. Ну, хорошо. Поехали. Поехали. Да я там каждое лето здесь прозябал, пока мой брат за буквой мотал. На практику языковую. Да, счет у тебя к нему солидный. Послушай, а если картина не в Светке? Главное, что с ней моя дочь. Красиво. Гаря! Галчонок! А ты не едина мою? Здравствуй, любимая. Ты еще не соскучилась, нет? Ты как? Зачем ты здесь? Приехал забрать свое. Жену, дочку и картину. Жену вижу. А где картины и дачи? Галла! 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 Может быть, она там? Нет? Здесь? Ай-яй-яй. Здесь ее тоже нет. Да. Ты что, не рада видеть своего родного мужа? Здесь нет картины. Как их нет? А где она? Может быть, она у моего ненаглядного родного братца? Так, она у Андрюшеньки. М-да. Увы мне и ах! Боже мой, ты полюбила другого! Как мне жить? Как мне быть? Но перед истинным чувством я всегда снимаю шляпу. Ну, придется мне уступить тебя Андрюшеньке. В замене Малевича. Ну, вот как быть с голой? Мне кажется, будет справедливее, если он остается со мной. Стихи. А что, справедливый расклад? Пятьдесят на пятьдесят. Как утешительный приз. Тебе, Малевич, не гол? Нет. Нет. Ну, на нет и суда нет. Ты пронзаешь мне сердце, любимая. Хочешь предложить мне сделку? Какой-то обгоревший кусочек Малевича на нашу принцессу? Фо. Не Камильфо. Ну, я готов пойти найти в варварские условия. Я согласен на обмен. В пакетах, где лежали наличие, оказалось более миллиона сингапурских долларов. Почти девятьсот тысяч долларов США. По словам самого таксиста, он обнаружил пакет с деньгами вскоре после того, как высадил пару торгового центра. Взять деньги себе я не мог. Они же не мои. Что бы я с ними делал? Отдается честно, отвечая на вопросы многимов непосредственным руководителям. У меня нет картины. У меня нет картины. Это твои проблемы. Сегодня она должна быть у меня или Галя Юрьевича со мной? Сволочь. Ненавижу тебя. А вот и Галла. Принцесса моя. Принцесса моя пришла. Да. Братишка. Что ты здесь делаешь? Я, собственно, разговариваю со своей собственной супругой. Извини за эту автологию. И выясняю некоторые семейные обстоятельства личного характера. И ты знаешь, как никогда кстати. Да? Да. Дело в том, что Светик хочет попросить тебя вернуть мне картину. И чем быстрее это будет, тем лучше. Правда, Светлячок? Зачем тебе Малевич? В каком смысле зачем? Тебя его никто не купит. Правда? Интересно узнать, почему? Новости культуры. Считавшийся безвозвратно уделенным шедевр Казимира Малевича цел и невредим. После реставрации картина будет возвращена государству. Подробности сенсации слушайте в ближайших выпусках новостей. Крупный пожар вспыхнув вчера вечером на ферме в Ленинском районе Московской области потушен. В результате чрезвычайного происшествия никто не подходит. Тварь. Сволочь. Серёжа. 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 Я тебя, знаешь чё? Я тебя сейчас… Ну, ну, ну что? Ну… Послушай, убери руки. Ты прав. Ничего. Просто я, уезжая в Париж, забираю с собой Галу. И знаешь, не вздумай к нам соваться. Потому что французская тюрьма для нелегалов, ты понимаешь, это… Это очень… Убери руки! Мам, я поеду. Куда ж ты? Я поеду с ним. Всего через семь лет мне будет восемнадцать. И я вернусь. Он не оставит тебя в покое. Он не простит, что ты его больше не любишь. Я потерплю вам. И буду улыбаться, как ты меня учила. Ты что? Моя принцесса. Что с тобой? Я всё слышала. Я не буду больше говорить по-французски. Никогда. И никогда больше не назову тебя папой. Можем ехать? Не надо. Не надо. Девочка. Мам, я с чем? Куда ты? Это правда я Даша Малевича? Отдал. Интересный поворот. Извини, что мы без спроса сюда приехали. Куда вы теперь? Ну, это уже какая-то мелодрама. В общем, как я вам и обещал, товарищ полковник, картина будет возвращена государству. Без нашего вмешательства. Это, конечно, не может не радовать капитан, но в итоге нам нечего предъявить членам преступной группировки. И вместо того, чтобы отправиться за решетку, они будут резвиться на свежем воздухе. С Сержем Ферраном? Вы имеете в виду Сергея Ковалевского? Ковалевского. Ну, я думаю, с ним разберутся его же работодатели в Париже. А вот нашего, так называемого, коллегу, господина Соколова, ждут на ближайшем КП. Ковалевскому мы тоже предъявить ничего не сможем. Он сделал очень грамотный ход, решил вернуть полотно государству. Правда, есть еще Светлана. Товарищ полковник, а при чем здесь Светлана? Она, вообще-то, нам здорово помогла. Хотя, может, я чего-то не понимаю. Всем службам. Операция закончена. Уходим тихо. Ну, подушки. Галя! Галочка! Осенний! Ты зачем исчезла? Я без тебя так скучал. Так получилось. Но я больше не буду. А я знаю, где здесь летают самые красивые бабочки. И я знаю, там! Я первая узнала! Я! Нигде! 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 Криш! Поехали домой. Нигде! Прости. Я люблю тебя. Нигде! 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 Субтитры создавал DimaTorzok